Издательство Эксмо. Мария Метлицкая, её последний герой. «Послушайте, не морочите мне голову! Какая Анна! Какой журнал! Мне всё это давно неинтересно. Вы меня слышите?» От возмущения он подавился сигаретным дымом и закашлялся. Она что-то затороторила. «Не надо так волноваться! Не расстраивайтесь! Не нервничайте!» От этого он взбеленился ещё больше, просто до сердечного спазма. «Утешительница! Ей, видите ли, интересно! Конечно, ведь можно состряпать мерзкую статейку. Старый пень, скрипя вставной челюстью, коленными суставами и кипя праведным гневом, ну, старческой жёлчью, выложит кучу сенсационных фактов и поднимет их чёртов рейтинг». Он поставил на плиту кофейник и зажёг новую сигарету. Руки дрожали. Он посмотрел на свои всё ещё крепкие ладони. Когда-то бабы млели от его мужественных и интеллигентных рук. И подумал. А ведь и вправду старик. Вон как распсиховался на ровном месте. Сколько раз гонял журналистов, как лис кур в курятнике. Хладнокровно, по-хамски, жёстко. А сейчас... Он разозлился уже на себя. Стало чуть легче. Говорят, бабы тяжело переносят наступление старости. Ерунда. Мужики переносят дряхлость ничуть не легче. Как с этим быть? С тем, что убегает, ускользает самое главное, чем была наполнена твоя жизнь. Исчезает то, ради чего, собственно, всё, что было так важно, жизненно необходимо и вносило смысл в окружающий мир, во всю твою жизнь. Работы, семья, удовольствие, желание. Вот чего ему не хватало. Так остро, что жизнь вообще, похоже, теряла смысл. Он налил в чашку кофе, отпил глоток и поморщился. Слишком крепко. С размаху сыпанул, и вот результат. Горько. Всё горько. Не только этот чёртов кофе. Он бухнул две ложки сахару и снова отпил. Теперь ему показалось, что слишком сладко. А бывает слишком сладко? Бывает. И ещё как. Со стуком поставил чашку на стол, затушил сигарету и вышел на балкон. Двенадцатый этаж. Красота. Люди и машины, как игрушки или букашки, крутятся, передвигаются, суетятся, мелькают. Сейчас все мелькают. Или хотят мелькнуть. Где угодно, но чтобы заметили. Все суетятся. Всем хочется больше, слаще, вкуснее. Машину, квартиру, жену. Думают, если слаще и больше, то будут счастливее. Усмехнулся он. Идиоты. Потом непременно поперхнутся или поддавятся. В сущности, нужно не так много, но настоящего. Ни суррогата, подделок, фейков, всяких там квази. Вон у Гальки соседки сумки Шанели всякие витоны. А всё служниковской толкучки, потому что на настоящее денег нет. А ходит дурында и гордится. Сама себя убедила, что в Шанелях, а не в китайских подделках. Он зашёл в комнату, лёг на диван и закрыл глаза. Хотелось спать. Спать ему теперь хотелось почти всегда, но не получалось. Он попадал не в сон, а в дрему. Временное забытьё. Неглубокую, вырытую им самим тёплую и уютную ямку. Тоже иллюзии. И, впрочем, как сама жизнь. Снова зазвонил телефон. Он посмотрел на трубку. Номер был незнакомый. Отвернулся к стене и уснул. Успев перед этим подумать. Слава тебе, Господи! Хоть час или два без всего этого. Дома было хорошо. В который раз подумалось, что одиночество её совсем не угнетает. Даже наоборот, придаёт сил. С содроганием Анна подумала, что если бы... Если бы родители не развелись и были сейчас вместе, то постоянно находились в квартире. Мать ненавидела дачу. А отец ездить туда без неё не хотел. Оба пенсионеры, а это означает, что оба толклись бы дома и скандалили ещё больше и чаще. Такое непременно случается даже с любящими супругами, когда приходит время выходить на пенсию и видеть друг друга сутки напролёт. И про её родителей любящее точно не скажешь. Отец раздражал мать всю жизнь. А беспомощный, постаревший, забывчивый, неловкий и подавно. Анна видела, как мать физически плохо переносит присутствие отца. Она, вечную гримасу раздражения, брезгливости, даже ненависти на её лице. И её Анну рвали бы на куски. Злость на мать, жалость к отцу. В общем, для неё, надо признаться, всё сложилось неплохо. Никто не пилит, не ездит по ушам, не указывает, что делать и не грузит своими проблемами. Она, не включая света, прошлась босиком по квартире, провела рукой по мебели, стряхнула с ладони пыль и тополиный пух, открыла Насте ж балкон и окна и, раскинув в блаженстве руки, плюхнулась на диван. Оставалось ещё пара часов счастья. Вечер воскресенья. Завтра снова в путь, пробки, работа, снова пробки, суета, неразрешимые проблемы и решаемые вопросы, в общем, жизнь. Потом Анна пошла на кухню и заглянула в холодильник. Пусто, как после вражеского набега. Пакет сока давно пора выбросить, пачка пожелтевшего масла тоже в помойку, два престарелых яйца и банка зелёного горошка. Можно, конечно, заказать что-нибудь на дом, суши или пиццу, но неохота. Заказывать неохота, а есть хочется. В морозилке нашлась пачка пельменей. Красота. Пусть и гадость, по мнению маман, но ей сейчас в самый раз. Сварила всю пачку, полила майонезом. Ужас, ужас. Смолотила, за здорово живёшь. Запила сладким, кошмар, чаем. Короче, смерть здоровью и фигуре. Да плевать. Всю эту новомодную рукколу, стебли сельдерея, изыски в виде фуагра или морских гребешков, она презирала. Любила по-простецки, как и отец. Картошечку с селёдкой, кислую капусту, котлеты, кусочек сальца с чёрным хлебом. Мать, кстати, постоянно худела. Варила бадью сельдереевого супа, дочь называла его змеиным, и хлебала три раза в день. С таким выражением лица, что хотелось опрокинуть кастрюлю змеиного ей на голову. А они с отцом присаживались и, потирая руки, наворачивали картошечки с луком, посмеиваясь над несчастной худеющей. Анне повезло. Комплекции она пошла в сухощавого и поджарого отца. Узкие бёдра, длинные крепкие ноги, впалый живот. Мать презрительно бросала. Ну, хоть какая-то от него польза. После неполезного ужина она снова открыла ноутбук и набрала имя Ильи Городецкого. «Ничего», — зло подумала она. «Никуда ты от меня не денешься. Добью тебя, не сомневайся. И не таких доставали». Она глубоко заблуждалась, но пока об этом не догадывалась. Всему своё время. Субтитры создавал DimaTorzok